Сегодня проходят святочные богослужения с нагодой дня народжения Христового. В соборный кафедральный храм Гомеля в Сюранницу шли верники. Причем многие – это люди, которые приехали далек до своих близких. И получили обовязковой справой наведать у такое великое свято Божие место. Наш корреспондент Марина Джалая, разом с другими прихожанами, так само побывала на литургии. Свято Роства Христова символизует однание человека с Богом, когда житовый ключ на по заповедях Христовых заявляется один и примальным для кожного. Усим верникам этого свято дорыть надею, наполняя их сердце великой радостью и добрыми чеканиями. Это час милосердности, любови и миру. На дворье словами не передать. Больше удобного для такого великого дня и придумать складана. Невеликий мороз, снег захотеть на солнце. Небо чистое-чистое. И на фоне этой природной пригожости у храм Петра и Павла суцельной плынью идут люди. Молодые пары, дорослые с детьми и совсем старые. Усе православные верники, которые при любой занятости на дворье у сироны пришли. Но вот такие яскраво морозный день исти в храм еще больше радостно. Приходжане за довольнением спиняются побач с нашей видеокамерой и охотно рассказывают об святе роства. И виншуют у всех с этим великим днем. Это радость, это солнце, потому что Христос – это свет у нас. И вот как раз, как только началась служба, за часовня и за крестильной появилось солнце. Это дети, которых он благословляет. Вот ясли, около которых он родился. Все здорово все. И весь город здесь. Я вот сколько живу, и помню, всегда праздновали в деревнях, очень любили этот праздник. В гости собирались после этого поста длинного. Люди наедались. Ну, все доброе. Всем доброго здоровья. Все. Счастья в жизни. Главное – здоровья. Всем самое главное – это крепкого здоровья всем. Всех благополучия, всего хорошего. Ходим регулярно, но у вас на службу первый раз. Потому что мы не из Гомеля и не из Беларуси, мы из России. Решили посетить такую замечательную службу. Может, пожелаете что-то прихожанам, белорусам и россиянам, всем православным? Всем в целом православным. Желаю, конечно же, здоровья. Конечно же, преодоления возможных каких-то неурядиц и каких-то негативных моментов. Чтобы всего было вдоволь и чтобы все получалось, все сбывалось. Чтобы жизнь была, а только радовала. Скажите, что для вас этот праздник значит? Ну, светлый праздник, который каждый христиан должен к нему относиться, с верой, с упованием на Богу и все хорошее. А вы часто в храме? Ну, стараюсь почаще, как получается. Пожелаете что-нибудь православным в этот день? Мира, здоровья самое главное и взаимопонимания со всеми людьми в мире. С Рождеством вас! Что для вас этот праздник значит? Для нас это праздник, святой день, как и для всех православных христиан. Поэтому мы посетили собор вот с дочкой, с женой. Святой семейной. Да, поклонились этому празднику, этому дню. Дай Бог всем здоровья, всего самого наилучшего. Что для вас этот праздник значит? Ну, во-первых, это душевное равновесие, которое говорит о том, что если есть баланс душевный, тогда все преграды будут преодолены в первую очередь. Ну, и хочется, знаете, чтобы этот праздник было благосостояние у всех на душе, больше добра, радости в этой жизни. И берегите свое здоровье. А в соборном кафедральном храме тем часом идея богослужения. Людей нельзя пройти. Усе молятся, усмехаются один одному, альбо своим думкам. У таких день, свято Раства Христового, они светлые, радостные. Люди приходят сюда с надеей и верой. Из года в год количество этих людей, приходящих в рам, не просто потому, что праздничный день выдался, выходной, не просто из какого-то праздного любопытства, но чтобы поучаствовать в этой молитве, чтобы причаститься в тайн тела и крови Христовых, поисповедоваться, покаяться в допущенных грехах, и чтобы, конечно же, принять Спасителя мира в свою жизнь, в свое сердце и воплощать веру в Него в своей жизни, в своих поступках, в своих добрых делах. Раство Христовое после Великого дня – другое по значности православное свято. Одно с оправды объедновое. А тому и слово литургии зрозумело и усим. Примириться с близкими, отмовиться до граховных звычек, хотя бы на некий час позабыться про житевые клопоты. А я еще раз твое – вельми добрый день для того, ка подарить свою вагу тим, хто вельми яе чакая. Марина Джала, Яугин Макенка, Телерадо, компания «Гомель».